Всем привет! Варю суп. Бульон варила вчера куриный. Положила 4 картошины, нарезанные кубиками. Поставила вариться минут на 20 после закипания. Где тут картофель? Вот, картофель. Бульон у меня вчера 35 минут кипел. Ну, не кипел, просто варился. Параллельно поставила поджарку. Я когда делаю поджарку, когда нет. Хочу сделать куриный вермишин. В вермишинку приготовила. Приготовила лавровый лист, соль. Сейчас мешаю поджарку. Минут где-то 5 поджарю до золотистого цвета. Одна луковица у меня здесь, одна морковка. Луковицу нарезала мелкими кубиками. Морковку потёрла на крупной тёрке. Всё, я думаю, достаточно. Выложила поджарку в картофель. 20 минут поварится. Я завела поджарку. И потом добавлю корсточку макарон. И лаврушку, и посолю. Всё, будем ждать. Готовится на двоечке с конецом. Картофель у меня сварился. Я добавляю лаврушку. И горсточку. Видите, как его быстро... Быстрого приготовления лапшичку. Ещё одну маленькую добавлю. Вот так вот. Много добавлять не буду, потому что она разбухнет. И всё загуснет. Это лапша быстрого приготовления. 2-3 минутки варится. Так, солю. Столько положу. Сейчас 2-3 минутки. И буду выключать. Можно добавить зеленушки ещё. Разделала ещё куриный скелет. Тоже его положила сюда. Мясо уже разделанное. И вскипятила. Горячее ещё. Нагрела. До кипячения. И всё. И сразу выключила. Всё. Можно кушать. Такой супик у меня получился. Всем приятного аппетита, кто сейчас обедает. Делаю я печеньки. Надо 100 грамм саличного масла, 2,5 столовые ложки сахарного песка, стакан муки. У меня здесь где-то примерно грамм 180. Цедра апельсина или лимона. Это апельсин. Ну да, я взяла лимон. У меня апельсина нету. Вот. И сахарная пудра для уже готовых к печенью понадобится. Вот. Что мы сейчас делаем? Берём миску, выкладываем это масло, и взбиваем его до пышной консистенции. Потом будем добавлять сахар. И ещё будем взбивать. Добавляем сахар. До мягкости дошло масло. Добавляем 2,5-3,5 ложки сахарного песка. И ещё взбиваем. Как написано в рецепте, пока масса не станет воздушной. Параллельно делаем мясо. Запекаем стейки свинины с помидором и с мягким сливочным сыром творожным. И обычно положили чеддер. И немножко чеддер у нас был. Разогрели до 200 градусов духовку. Ставим туда ёмкость со свининой. И примерно минут на 30, да? 35 поставить. Хватит нам 35 минут. 35 поставлю и 30 на звоночек. Будем ждать. Вот так. Пока всё. Немножко размягчили масло для кроваловки, чтобы оно лучше взбивалось. И взбили его до пышности. И сейчас будем добавлять постепенно ложкой муку. будем вмешивать её в масло. Забыла положить цедру. Сейчас сложим цедру лимона или апельсина. Я положила несколько долек лимона. И постепенно будем вмешивать по, как я сказала, по одной ложечке столовой муки. замешиваю тесто. И замешиваю тесто. Сейчас мы его выкладываем на протвень, на силиконовый коврик или, может, на пергаментную бумагу. Придаём форму круга. Обратная сторона ножа делаем надрезы. Как написано в рецепте, разрез на 12 секторов. Мы, так как картинки нет, мы разрезали вот как часы на 12 секторов в обратной стороне лезвия ножа. Сейчас мы ставим противень. Можно не противень, наверное, можно взять, наверное, силиконовый коврик, Серёжа, просто. И это на 15 минут в холодильник написано поставить. Выпекать будем при 175 градусов 35 минут до золотисто-коричневого цвета. Но я так понимаю, что можно разрезать в свободной форме, какую вам хочется питать форму. Ещё в запас куриной котлетки. У меня здесь была грудка куриная. Муж её измельчил мелко. Добавили, значит, туда соль, перец, один желток, вот я добавила, немножко петрушки замороженной, одна маленькая долька булки, как сказать, один кусочек булки без корочек, замочила в воде или можно в молоке. Сейчас набухнет, тоже туда запущу. И примерно на это количество, грамм 150 здесь примерно, получилось мясо. Где-то 20 грамм примерно сливочного масла. Сейчас положу туда ещё. Всё нужно будет перемещать, перемешать тщательно. Понадобится ещё этот, как его, мука или сухари для панировки. и масло растительное, на чём вы будете жарить. Но так как я жарить сейчас не буду, я всё сейчас перемешаю. И это, что уже всё готово. И всё перемешаю и заморожу в морозилке. Можно, правда, сформировать прям котлеты, запанировать их в муке, в сухарях и выложить на доску и тоже заморозить. Когда они замёрзнут, переложить уже в пакет. Можно вот так. Выкладываю булочку. Выкладываю масло. Вот такое вот мясо я вынула из духовки. Стояла на ровно 30 минут. Муж попробовал, сказал, что всё нормально. У него немножко только лук жестковат. Но лук он всегда не доходит. Вот. Столько вот у нас жидкости выделилось, потому что было мясо замороженное. Вот. Но я думаю, ничего будет с макарошками. Вот. Варю макароны. Широкую вермишель 10 минут. Закипела, убавляя во второй с конца. Вот. Также поставила тесто. И в холодильнике оно простояло 15 минут. Вот. Я поставила духовку на 175 градусов режим конвекция. Вот. На... Тоже на 35 минут, но на 30 минут на звонок поставила. Вот. До золотисто-коричневого цвета, как написано в рецепте. Будем ждать. Вот такой ужин у нас получился. Макарошки-вермишельки и вот такие вот кусочки стояки свинины с луком, с помидором, с сыром. Всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает. Ну, очень вкусно. Я уже свою тарелку слопала. Угу. И вот такие печенюшки у меня вышли. На 35 минут я ставила, но забрала на 20. Потому что я ставила конвекцию, они быстро испеклись. Сильно поджаривать я их не стала до легкого золотисто-коричневого цвета. Я ж уху. Ух! И уху! Субтитры создавал DimaTorzok